Уже в первые минуты встречи хоккеисты Саров Инвеста отправили в ворота Городецкого Спартака сразу четыре шайбы. Отыграть соперник смог только две. Еще две гости закатили во втором периоде, но в ответ получили три шайбы от саровчан. На перерыв команда ушли со счетом 7-4. Я не первый раз смотрю, и вот в эту игру смотрю, что наша команда более сплоченнее, более энергичнее. Не теряется, а как бы вот держит темп. Молодцы. Но хотелось бы, чтобы вот до конца до самого довели. Лучше, чем ВХЛ наши играют. Так что настраиваемся на победу. Вратарь, очень молодец. Вратарь вытаскивает такие шайбы, что позавидовать надо. В третьем периоде хозяева льда окончательно закрепили свои преимущества, закончив игру с разгромным счетом 13-6. Ну, одни эмоции, то есть, ну, порадовали как бы ребята. Молодцы. Ну, выжили в третьем периоде. Еще раз говорю, все команды могут, со всеми командами можно играть. Все команды дают играть. Надо просто выполнять установку тренера. В первом матче с городецким «Спартаком» в рамках серии плей-офф высшей лиги чемпионата области «Саров Инвест» уступил со счетом 9-7. В домашней встрече саровчанам удалось взять реванш. Завтра дерби решающее. Не им уступать нельзя, не нам. У нас много на кону. Ну, я думаю, что они тоже в том году. Но они в том году играли за 3-4 место, то есть, первый этап они прошли. Не знаю, посмотрим. В третьей игре «Саров Инвест» обыграл городецкий «Спартак» со счетом 3-8 и вышел в полуфинал чемпионата области. Следующий матч команда проведет на выезде 9 марта. Саровчане скрестят клюшки с Таншаевским стартом. Начало матча в 13.00. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24».